Здравствуйте, ребята! Продолжаем наше занятие. И сегодня тема у нас квадратное уравнение. Запишем уравнение общего вида. Ах в квадрате плюс bх плюс c равняется нулю. Вспомним формулу дискриминанта. Дискриминант равен b в квадрате минус 4ac. Если дискриминант у нас получится положительный, то уравнение имеет 2 корня. Если дискриминант у нас равен нулю, то уравнение имеет 1 корень. И если дискриминант у нас меньше нуля, то уравнение не имеет корней. Итак, посмотрим на примере. 3х в квадрате плюс 4х минус 7 равняется 0. Пропишем коэффициенты. a равняется 3, b равняется 4, c равняется минус 7. Дискриминант равен 4 в квадрате минус 4 умноженное на 3 и умноженное на минус 7. 4 в квадрате это 16, минус да минус даст нам плюс. 4 на 3 12 и 12 на 7 будет 84. 16 плюс 84 это 100. Выразим квадрат числа 100, это есть 10 в квадрате. Итак, х первое равняется. Давайте посмотрим. Значит, мы дискриминант прописали. х первое минус b минус корень из дискриминанта деленное на 2. А х второе у нас находится по формуле минус b плюс корень из дискриминанта деленное на 2а. Обычно эти формулы объединяют 2, но нам удобнее, чтобы они были записаны, каждая по одному. Итак, минус берем с противоположным знаком 4, минус уже здесь 10, потому что мы выделили квадрат. И 2 умножить на 3, минус 14 шестых. 14 шестых сократим на 2, будет минус 7 третьих. Минус 7 третьих это минус 2 целых 1 третье. х второй минус 4 плюс 10 деленное на 6. 6 деленное на 6 это единица. Посмотрим, как просят записать ответ. Решите уравнение, в ответ запишите наибольший корень. Значит, мы в ответ запишем наибольший корень. Наибольший корень у нас равен единице. Следующее задание. Давайте посмотрим еще несколько формул. Уравнение общего вида. Какую теорему мы можем применить? Теорему Виета. х первое на х второе будет равняться с деленное на а. А сумма корней будет равняться минус b деленное на а. То есть произведение корней будет равняться с деленное на а, а сумма корней минус b деленное на а. Также у нас есть приведенное квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение это когда коэффициент а равен единице. Для приведенного квадратного уравнения теорема Виета тоже работает. И здесь даже проще. Тут сразу будет произведение равняться с, а сумма корней будет равняться минус b. И еще одна формула у нас. Ах квадрат для уравнения ах квадрате плюс bx плюс c. Есть такое условие. Если сумма коэффициентов равна нулю, то один корень всегда равен единице. Итак, посмотрим. Вот у нас было уравнение, которое мы с вами решили. 3х квадрате плюс 4х минус 7. Давайте проверим сумму наших коэффициентов. И сумма коэффициентов равняется нулю. Значит, я делаю вывод, что один из корней равен единице. Как найти второй корень? Второй корень мы найдем по теореме Виета. У нас х1 плюс х2 должно равняться с, деленное на а. Мы возьмем вот это равенство. Итак, 1, умноженное на х2, будет равняться минус 7 делить на 3. Тогда х2 равен минус 7 третьих. А это есть минус 2 целых 1 третий. Посмотрите предыдущее уравнение и это уравнение. Корни мы получили. Следующее. Давайте посмотрим приведенное квадратное уравнение. Теперь еще раз напомню, что приведенное квадратное уравнение коэффициент а равен единице. По теореме Виета, х1 на х2 должно равняться минус 6. х1 плюс х2 равняться единице. Потому что тут стоит минус 1, а у нас должен быть с противоположным знаком число. Подумаем, какое число, произведение каких двух чисел дает мне сначала 6. 6 это 3 и 2 или 6 и 1. В данном случае мне подходит число 3 и 2. Теперь посмотрим. Здесь у нас стоит знак минус. Подумайте, какой из множителей может быть отрицательный? При условии, чтобы сумма была положительной. Это минус 2. Проверим. 3 умножить на минус 2 будет минус 6. И 3 плюс минус 2 будет единица. Значит, корни у нас 3 и минус 2. Следующее уравнение. Уравнение х2 плюс px плюс q равняется 0. Это уравнение имеет корни минус 6 и 4. И нам надо найти q. Снова будем применять теорему Виета. Произведение корней дает мне q. q. Сумма корней мне дает минус p. p с противоположным знаком. Внимательно посмотрим, и мы видим, что мы можем применить вот это равенство. Итак, корни у нас известны. Минус 6 умножаю на 4. Это должно получиться q. Итак, q у нас равняется минус 24. Посмотрите, такие задания решать очень просто. Если бы нас попросили найти p, мы бы использовали вот это равенство. Итак, следующее уравнение. Задание такое. Квадратный трехчлен разложили на множители. Найдите а. х квадрате плюс 6х минус 27 равняется х плюс 9 умноженное на х минус а. Давайте вспомним формулу. Ах квадрате плюс bх плюс с равняется а умноженное х минус х1 и х минус х2, где х1 и х2 корни уравнения. Обратите внимание, при разложении на множители корни надо записывать с противоположным знаком. Зная это утверждение, такую формулу, мы можем посмотреть на наше разложение. Что мы видим? Во-первых, здесь а нет. Это говорит о том, что здесь у нас приведенное квадратное уравнение. То есть а равняется единице. Далее мы смотрим х плюс 9. А это значит х1 равняется минус 9, потому что берется с противоположным знаком. А х2 равняется а. Хорошо. Теперь мы будем применять теорему Виета. х1 умноженное на х2 будет равняться минус 27. А сумма корней х1 и плюс х2 будет равняться минус 6. По теореме Виета мы берем это число с противоположным знаком. И теперь посмотрим, какое равенство нам выгодно брать. Давайте возьмем первое. Минус 9 умноженное на х2 равняется минус 27. Отсюда х2 минус 27 делим на минус 9 будет равняться 3. Значит, а у нас равняется 3. Итак, мы ответили на вопрос, чему равен равняется а. Следующее задание. х минус 4 в квадрате плюс х плюс 9 в квадрате равняется 2х в квадрате. Чтобы решить это уравнение, давайте вспомним формулы сокращенного умножения. квадрат суммы а плюс b в квадрате равняется а в квадрате плюс удвоенное произведение первое на второе плюс b в квадрате. Квадрат разности расписывается так же, но со знаком минус перед удвоенным произведением. Итак, раскроем по формуле. х в квадрате минус удвоенное первое на второе плюс второе число в квадрате. х в квадрате плюс умноженное первое на второе удвоенное плюс второе квадрате. И все это равняется 2х в квадрате. Перенесем все в левую часть. Давайте тут сгруппируем сразу. х в квадрате плюс х в квадрате это будет 2х в квадрате. Минус 8х плюс 18х это будет 10х в квадрате. И плюс 16 плюс 81 это будет 97. 2 минус 2х в квадрате. Мы видим, что 2х в квадрате и минус 2х в квадрате, они взаимно уничтожаются. Отсюда 10х плюс 97 равняется нулю. Тогда 10х будет минус 97. х равен минус 97 делим на 10. х равен минус 9,7. Ответ минус 9,7. На этом урок наш заканчивается. Всего доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok